Доброе время суток! Я Левашов Вадим Леонидович, директор Центра недвижимости Купидо. Сегодня я расскажу вам, как оценить стоимость дачи или дома, который вы выбрали. Ведь покупка дома или дачи это не только осуществление конкретной мечты, отдыхать за городом или иметь свою усадьбу и так далее, а еще и вложение денежных средств, и при том немалых. И как любое вложение, покупка недвижимости должна быть выгодной. Итак, как прикинуть, переплачиваете ли вы или это выгодное приобретение? Всего существует три способа оценки недвижимости. Затратный метод, доходный и метод сравнительных продаж. Я сейчас не буду вдаваться глубоко в теорию, я простым языком объясню, как легко оценить любой загородный объект. Первое. Посчитайте стоимость всех строений. На том участке, который вы выбрали. Возьмите площадь каждого строения. Посмотрите в интернете, какие цены предлагают строительные фирмы на строительство таких объектов. Из аналогичного материала. При оценке учтите конструкцию фундамента, конструкцию и материал кровли. Это одни из самых затратных статей при строительстве. Далее. Посчитайте примерную стоимость отделки помещений. В интернете тоже можно посмотреть вилку стоимости и работы материалов, которые предлагают фирмы по ремонту и отделке. Не забудьте про санузлы, ванные, отопительные и вентиляционные системы. Это самые важные по стоимости пункты. Далее. Если какое-либо из строений не новое, а построено уже давно, то учтите износ и отделочных материалов, и основных конструкций. Прикиньте стоимость ремонта, который необходимо сделать. Следующий этап. Учтите все коммуникации и инженерные сети на участке. Узнаете, сколько стоит подвезти к этому дому или даче газ, если он есть, воду, а также устроить септик или скважину. И тогда у вас получится стоимость всех коммуникаций на участке, который вы приобретаете. Прикиньте стоимость ландшафтных работ на участке, стоимость заборов и так далее. После того, как вы сложили стоимость всех строений, коммуникаций и работ, отняли износ, переходите к подсчету стоимости самого земельного участка. Посмотрите, по каким ценам продаются участки в этих местах с такими же характеристиками. Например, подъезд к участку, размер, удаленность от шумных трасс, близость к озеру или лесу, наличие инфраструктуры. Когда вы сложите все эти пункты, вы получите приблизительную стоимость загородного дома, который вы решили приобрести. После этого проверьте себя еще одним способом. Для этого воспользуйтесь интернетом или газетой с объявлениями по продаже недвижимости в этом районе. И посмотрите, во-первых, какие дома можно приобрести по той цене, за которую вам предлагают продавец. И во-вторых, посмотрите, за сколько предлагают аналогичные по характеристикам дома или дачи. И тогда вы будете уверены, что покупка ваша выгодна. Будьте аккуратны и внимательны. Хороших вам приобретений!